всем привет с вами снова я думаю вы знаете кто теперь посмотрим следующую игру первого раунда играют селхьян восходящая корейская звезда против мемеса он же джоши пу в рамках дискорда сам по себе турнир не является каким-то мега статусным мероприятием это все-таки большей части местечковая дискордная тусовка но по количеству хороших игроков по количеству топовых игроков вполне себе тянет на чемпионат мира не участвуют из сильных игроков игроков разман и путин так и того селхьян синяя сторона американец открывается через тяжелый танк 2 свишки фоб антанта красная сторона мемес 1 кшм средние танки две восемьдесят четверки основной удар носится на фокстрот прилетает кобра кобра сразу же смотрит нет ли кого на центре перемещается вниз для контроля подъезда на альфу что интересно сразу же него имеет ли смысл возможно имеет если ты боишься прилета найт хавка на старте абсолютно не мешает селхьян занимать фокстрот ему совершенно не интересно эта вся возня он решает играть оборонительно он решает играть через накопление вы уже знаете как я отношусь такому стилю но тем не менее как бы там я к нему не относился эта игра наглядная демонстрация как хорошо играть от обороны и в первую очередь именно из этого она будет нам интересно вытаскиваем первый тяжелый абрамс на старте занимаем гольф рифл лайт рифл мэнами после чего покупаем патриот покупаем самолет при необходимости покупаем второй танк и просто отбиваем все атаки на текущий момент поскольку у красной стороны нет ни одного юнита способного убить абрамс даже птуры даже самолеты сквозь дымы не справятся с этой задачей 84 компресса подойти слишком близко они они не смогут даже подойти м1 а2 неприкосновенен поэтому любая атака будет отбита на гольф что делать в таком случае если противник играет через тяжелый танк еще и в наглую обузит дымы переключаться на другое направление вот есть пивац вот есть рифл мэн но и все можно было со старта попытаться как-то зайти можно было среагировать можно в такой ситуации уходить спам кашемок вот ты сразу же вытаскиваешь на чарли потом сразу же вытаскиваешь на фокстроте во первых у тебя чуть больше поинтов вытащено было изначально на старте потом у тебя чуть больше армия во вторых противник играет пассивно у тебя куча времени чтобы сделать все что тебе хочется вытаскиваешь на чарли вытаскиваешь на фокстрот вытаскиваешь даже на браво вызов небольшое подкрепление и вот уже противник вынужден как-то агрессировать но к сожалению мемес также считает что он должен отыгрывать оборонительно он считает что у него все в порядке и на текущий момент все действительно в порядке до того момента пока у противника не скопятся три четыре пять шесть топовых танков и дальше можно будет уже не играть небольшое попознать поползновение со стороны всех я на набраво чисто посмотреть есть ли какие-то варианты минимальная противооблетная защита одной бмпшки всех я вообще обороняет м-35 фланг не уверен что это хорошая идея но посмотрим начинается атака на гольф однако боюсь она обречена из-за дымов не получается полноценно реализовывать птуры не получается использовать свои танки против абрамсов и атака захлебывается я неоднократно говорил ты мы убивают варгейм зачем вам тактика зачем вам стратегия если вы все можете к херам задымить для вас не не принципиально как выглядит ваша позиция вы всегда можете нарисовать новую прошел отряд рейнзеров на фланге и его надо срочно вылавливать однако джошипу не реагирует не сможет его поймать вытаскивается пламен с какой целью непонятно отрабатывать под лайт рифл мэном бесполезно если ты еще когда можешь попасть по птуру расчет из двух человек состоит и убить птур тот убить 20 рифлов а даже 10 пламенном бессмысленно не получится а вот подставиться под атакам с поскольку пропустил рейнджеров это запросто ну так и вот возвращаемся снова потому что делает селхьян вытаскивает тяжелый абрамсы вытаскивает патриоты вытаскивает кэшемки вытаскивает атакамс у него уже где-то был куплен боже еще и кэшемка за 160 у него уже где-то был куплен а найт хавк порядка 8 тире тысячи поинтов он потратил на дорогих юнитов на укрепление через на укрепление в медленном темпе пока подвижек никаких никаких что может сделать мемис в текущей ситуации во первых он уже должен был воевать за браво если против тебя использует медленный темп ты должен свой темп наращивать сбивать противнику его план не позволять ему накапливаться принуждать его маневрировать танками и на этих перекатах с хотели на альфу как-то пытаться их подлавливать возможно через вертолеты возможно через самолеты возможно через прямой заход в дома и дальнейшем на отель короче каким-то образом пытаться противника расшатывать стационарно поиграть не получится вот есть один вихор вот есть несколько восемьдесят четверок они не убьют супер топ и начинается еще один пуш абрамса спустятся не сразу же однако количество хитпоинтов рифлменов хватит чтобы оборонить эти кварталы при всех своих значительных минусах лайт рифлы лучший юнит для контроля домов 84 не достают вихор также не работает поскольку не по кому стрелять но с пехотой мы справимся уж как-нибудь появляется третий тяжелый танк вихор выкатывается но здесь же есть хорнет хорнет заходит на вихор а дымы ну что ж еще раз часть механизованной пехоты оказывается в кварталах но лайт исправляются пока что минус вихор вторым заходом забрал но и выпадает сам по поинтам 170 на 160 все-таки в плюс американцу но по ситуации это огромное преимущество это фактически практически конец игры уже не остается юнитов способных убивать м1 а1 hc м1 а2 абрамс и отыгрывая через дымы отыгрывая через скажем так совместное использование всех танков в одном месте все ухьян выиграет минус него очень жестко доставляет атакамс несколько не типичный стиль игры за америку демонстрирует си ухьян но боже минус четыре юнита вместо того чтобы играть активно динамично используя спам он делает ставку на тяжелых юнитов спорное решение с одной стороны конечно же мы прекрасно видим что это работает что это эффективно связка атакамс тяжелые абрамсы побеждают вообще все но мемес сам мемес сам виноват своих неудачах он ушел в пассивную оборону не предпринимает никаких попыток перехватить инициативу а тем временем уже разведка подбирается к базе вообще при игре против вот таких парней которые открываются через тяжелый танк потом продолжают развитие через тяжелый танк ух ты кэшемка найт хавк отрабатывает уже по чарли которые продолжают развивать игру через тяжелые танки лучший способ играть это сражаться там где тяжелых танков нет начались наконец-то попытки на 21 минуте подняться на браво но здесь еще огромная армия несколько машин рефалмены цевки очень много суммарных хитпоинтов они продержатся достаточно для того чтобы подъехала подкрепление тяжелые танки спускаются вниз поскольку работают дымы вылетать самолетами бесполезно тяжелых танков нет средние танки все потеряли фокстрот упадет в любой момент и даже спама рефалменов базовых не понадобится поскольку подавляющее преимущество в тяжелых танках слишком поздно чухнул мемес что нужно лезть на браво сделано это минут 20 на минут 17 назад это могло бы сработать наконец-то подъезжают рефалмены но уже поздно ошибка микроконтроля со стороны все ухиана попадается он под налет супер глеба минус 1 абрамс сожалению это слишком поздно треугольник уже не отбить квадрат будет взят как только удастся справиться с 84 кашемка под огнем и подкрепление уже на подходе кашемка спасена 2 кашемка также все еще живет лайт рифалмены контролирует фланг не позволяем 84 подняться наверх уже приехал м1а1 и только ждем пехота чтобы вернуть в себе территорию боже 84 испугавшийся рифалмена вылезла на открытое пространство и подставилась под найт хавк кстати хочется отметить что фоб с яухиана израсходован больше чем наполовину а вот мемис практически не использует возможно в такой ситуации имеет смысл отказываться от фоба если ты понимаешь что он тебе не нужен еще одна кашемка приезжает 1 2 два танка 1 2 3 2 танка три хумвика это весьма дорого но он может себе позволить поскольку разменялся крайне крайне выгодно он постоянно постоянно разменивал юнитов противника на свои хитпоинты да он там потеряет получит 2-3 выпадания потерять немножко хп но вместо этого забирает 84 что конечно же выгодно кстати забегая вперед мы потом увидим как вообще справляться с таким стилем игры дальнейших матчах начинается атака на чарли с мавой рифалмены спустятся сверху рейнджеры зайдут с фланга браво вот-вот уже отвалится ну и на чарли не остается ничего доживая свои последние минуты мемис пытается ми-35 сделать облет один раз это не помогло значит второй раз точно поможет на птуре погибает абрамс но опять же слишком поздно слишком поздно слишком поздно самое что интересное несмотря на вывод основной ударной группы с треугольника мемис все равно не может зайти на треугольный лес и того разница в 700 очков это вот та самая разница которую сделали тяжелые танки они убивали но не умирали а если они не убивали убивал атакамс атакамс убил Неву атакамс убил две восемьдесят четверки Сяву это только то что я видел своими глазами возможно он убивал еще больше ну что ж переходим к следующей игре но с вашего позволения карты я уже объявлять не буду все и так понимают что это такое по декам синяя сторона Сяохьян еврокорпус красная сторона Джоши Пу он же мемис еврокорпус деки прекрасно подходящие для игры на ядерной осени по развертыванию со стороны Сяохьяна сразу же быстрая развертка большое обилие колес обилие вертолетов отсутствие танков на этой карте без танковый стиль работает более чем со стороны мемиса два первых леопард с горем пополам тоже можно сказать очень условно без танкового развертывания но что интересно мемис не оставляет на эхо кэшаем он сначала приедет на браво поставит там сивишку потом вызовет на эхо что это может значить мемис ставит все на один удар он уже посмотрел что Сяохьян играет пассивно что Сяохьян играет медленным темпом через накопление тяжелых танков от этого можно отыгрывать просто прийти и раздолбать противника до того как он успеет накопиться но в этот раз все не так мы это с вами уже видим что Сяохьян развертывается агрессивно и быстро по развертыванию еще раз хаб тайгер два ПЗРК два вертолета прикрытия ну и какой-то там транспорт с красной стороны тоже хаб пах но вот здесь гораздо хуже с прикрытием придется танковать урон пантерами если пантеры не выйдут сперед ПЗРК вертолетов Мемис проиграет это развертывание проиграет эту битву хорошо сбивает ах боже ж ты мой как же не повезло Сяохьяну просто жесть у него ничего не влетело хотя изначально он танканул урон газелькой но потом снаряды перестали лететь в цель да это это варгейм здесь такое бывает точность 90% не значит что ваш снаряд промажет попадет вернее хотя бы один раз из пяти так здесь прорыв чуть позже сюда вернемся на линии дельте чарли также агрессивное развертывание занимается дальний лес на дельте и я если честно думал будет проезд на чарли кстати на пантерах милана f1 это сделано для удешевления стоимости тем временем с этой стороны много очков было потрачено на кэшемку и деф дефа нет фокстрот уже фактически на самом деле нет дело в том что он мог бы быть отдан если бы сиахьян действовал агрессивнее если бы он проезжал вперед атаковал но он завис на легионах и у мемиса есть возможность отыграться через подкрепление с этой стороны на чарли начинаются заходы подъезжает 2-1 нет птуров к сожалению у сиахьяна также милана f1 но если у мемиса это сделано чтобы удешевить пантеры увеличить их количество то вот зачем сиахьяну миланы которые не выпадают я понять не могу фокстрот падает подкрепление почему-то не едут на помощь мардер стоит на месте танк амх погиб о боже ж ты мой но тем не менее успех на дельте есть возможность пройти на чарли и после падения чарли фокстрот отбирается в принципе не так чтобы сложно это ближняя зона здесь есть вертолеты есть возможность вызывать подкрепление очень быстро его можно будет отбить легко чего не скажешь о чарли в такой ситуации занятие чарли с красной стороны будет означать полное уничтожение всех юнитов ну и сохранение своих в такой ситуации будет непросто проходить через открытые пространства как ни странно хотя казалось бы что ситуация одинаковая укрепляется все охьян на фокстроте игра конечно во многом полная противоположность предыдущей игроки сразу же с места в карьер перешли начали друг друга давить пушить агрессировать но мемес полностью отвлекся на защиту эха тем временем на фокстроте уже подъехали подкрепления момент к сожалению упущен минуты 2 да минуты 2-3 назад нужно было занимать дальние дома вот как раз где сейчас стоят легионы и тогда можно было отыграть теперь поздно ситуация меняется крайне быстро также не было проведено удара на чарли и занятие вот этого пятачка на дельте ну просто лишено смысла вот этот лес берется для контроля вот этих кварталов чтобы заходить в них а вот именно самого захода в кварталы нету была одна попытка провалилась в общем мемес не успевает адекватно реагировать на работу по двум флангам немного неудачный залет Пис Райна он мог забрать хотя бы один из двух вертолетов да можно было забрать но не сконтролил Сиох Ян ну а теперь мы переходим в позиционную фазу Фокстрот за синими Чарли за синими у синих преимущество но мемес набрал уже необходимое количество поинтов для победы сейчас Сиох Яну необходимо либо вкладываться в пуш и забирать альфу либо вкладываться в кшм и догонять по победным очкам я все-таки считаю что он выберет именно второе поскольку пуш на альфу в такой ситуации это самоубийство чистой воды мега наглость со стороны Пис Райна но тем не менее ПВОху он забирает Пахтайгер поддерживает минус Пахтайгер минус вертолеты красной стороны размен прио о боже это просто избиение младенцев приехали резервисты резервисты ничего не сделали резервистам нужно серьезное танковое прикрытие танковое прикрытие стоит на альфе очень большой очень мощный пуш так прошу прощения отвлекли дальше продолжаем очень большой пуш на Чарли однако в принципе вот эта атака она отбивается не сложно тут немного эффективных юнитов большое количество мяса но все хен тратит очки на кошемки тратит очки на фокстрот на то чтобы удерживать Чарли у него не остается сил и вот теперь как раз играет ключевую роль именно вот этот лес ничто не может вылезти с фланга и отработать и отработать по наступающим все хен делает обход помимо того что мемец мемец забирает Чарли у него появляется полная стратегическая инициатива он может как пытаться воевать за фокстрот так и просто вытащить кэшемку что он и делает и опять преимущество победным очкам сохраняется за ним ну и на дельте можно легко влепить кэшемку изначальный план как вы видели из развертывания на это и был рассчитан не получилось подраться за фокстрот полноценно но фокстрот согласно плану отдавался в жертву как мы уже можем видеть из текущего развития событий ну что по большому счету теперь только ждем когда всеохян напишет ГГ он опять вкладывается в самолеты подкрепления не выезжают либо выезжают но это пехота два первые легко это все законтрит если его позиционировать правильно эту пехоту законтрят кварталы ну и конечно же жду какого-нибудь бомбардировщика в текущей мете бомбардировщики берутся редко но вот здесь мир АШСФ зашел бы превосходно убиваем убиваем легионов убиваем фальш-ягерей и побеждаем пытается восстановить ситуацию всеохян через штурм эхо ну далеко слишком далеко в этой позиции самолетом лететь недолго и подкрепление выходит быстро взять конечно же не получится эхо по факту прекрасная наступательная игра агрессивная игра от Мемеса в отличие от первой катки вот он два первых подожди не лезь легионами два первого дождись вот с два первого можно будет подраться хотя преимущество по поинтам уже сложно будет восстановить отлично дожидается два первого и также заостряю ваше внимание что атака идет не только напрямую но и с обхватом фланга выдвигаются на фланг вабы выдвигаются пактайгер амх для фланкирования позиции противника два первой уже не может быть настолько свободен в своих маневрах к сожалению слишком много пехоты да она еще и к тому же прет с разных направлений так что два первой оказывается под перекрестным огнем под перекрестным огнем писрайн писрайн мимо видимо пропал два первого из вижена еще едут под крепления и вот тут на мой взгляд лучше бы сыграл конечно еще один леопард чем фальш ягери но это уже мелочи 218 на 47 победных очков минус два первый но есть еще один есть амх а вот резервисты нет резервисты конечно же не справляются погибает пактайгер но на общую ситуацию это уже никак сказаться не может попытка забрать дельту здесь все прикрыто тут и мардер от самолета тут и два первых от танков бесславное поражение накопил мемис ударный кулак танков две штуки с этого момента можно начинать спамить безостановочно тупо одними резервистами кстати не хватает конечно краталя ролланд есть но вот еще один пактайгер если выйдет один погиб здесь один погиб здесь третий вот я не помню выходил или нет третий погиб на развертывании да конечно пактайгеров больше нету отлично еще минус амх все под просмотром амх амх видит амх сука знает где что у вас стоит ну вот теперь уже просто ждем когда все охян напишет гг отличный пуш заход на дельту заход на чарли причем он был исполнен не сразу как делал бы допустим я а через какое-то время и как показала практика это это выгодно это эффективно очень плохо подрался сяохян неэффективно разменивался неэффективно наступал ему не хватало танков включили моменты потом не хватало пехоты отдал ключевую зону две ключевые зоны изначально я конечно думал что это будет игра 2-0 я думал сяохян просто уничтожит мемеса он же Джоши Пу но нет мемес тоже боже что как хорош а мы тем временем переходим к третьей игре шоссе Сеул Сиахян опять выбирает еврокорпус мемес берет похоже на ОВД да это ОВД с обоих сторон ФОП с обоих сторон две кашемки мемес показал что он прекрасно может работать в атаке но у него есть определенные проблемы с обороной а вот проблем с обороной у Сеохяна мы так и не увидели во второй игре все таки это был встречный бой а не сугубо оборонительный в свою очередь на карте шоссе в Сеул гораздо более надежно работает именно оборона чем наступление сложные подходы к респауну тяжелые системы перекрестного огня наступать здесь сложно и исходя из вводных данных которые мы видели в прошлых играх я бы все таки ставил что выиграет именно Сеохян играя от обороны естественно по облетам пока ничего газелька стоит смотрит чтобы не было облета с красной стороны хорошую позицию занимает боже какую хорошую позицию занимает Сеохян сразу же легионы отодвигают блять обеспечивают фланг для 2.5 2.5 входит в ближний бой АМХ прикрывают фланг хорошие дымы которые мешают АМХ стрелять но прострел то все равно есть Матшуцены не имеют шансов дойти Т-72 стоят в дыму Т-72 ничего не делают и выгонять их вперед опасно возможно здесь мы не увидели Птура но мы точно знаем что тут есть 2.5 и АМХ и Т-72 в любом случае даже если Птура здесь нет мы видим что его нет 72 все равно получат в борт но пока не страшно подумаешь там погибла пара пацанов пара Матшуцинов не проблема превосходная защита Чарли со стороны Сиахьяна АМХ и Газель больше ничего и не надо также сверху Газелька мешает противнику создает угрозу вынуждает покупать еще ЛСТРщиков когда поинты нужны в наступлении мне вот сейчас интересно стало а 2.5 у него он лычкованный учитывая как он любит Сиахьян тяжелые танки возможно что он даже лычкованный вторым юнитом вышел Леклерк а не еще один 2.5 нет он не лычкованный увы по лычкам видно что нет ну и мы входим в позиционную стадию дым рассеивается на 70 двойках 70 двойки огребают если вы играете от дыма вы не имеете права терять тайминг набрасывания этих дымов иначе будут происходить вот такие будут происходить вот такие ситуации 2.5 стоит внезапно рассеивается дым 2.5 начинает стрелять ваши танки погибают не хватает немного пехоты конечно же Сиахьяну на центральной позиции не помешало бы подтащить сюда резервистов чтобы легион чтобы не было у красного игрока возможность сковать легиона боем на но пусть будет на севере условно красный респаун север синий респаун условно пусть будет юг в этот раз как раз подходят декунс группы которые помогут дополнительно прикрыть танки опять же эталонное прикрытие танков с фланга закрыто с другого фланга закрыто фланкирующий прострел есть снова леклерк который какое-то время стрел без прикрытия к нему подводятся еще пацаны и просто так танки не взять а вот у мемеса к сожалению все гораздо хуже с организацией наступающая пехота уже слилась а 72-й подъехала только сейчас в неприятности попал только леклерк но это уже косяк микроконтроля а не конкретной организации и размещение юнитов на местности понимая все хьян что ситуация хорошая понимает что имеет право вытащить кашемку леопард один конечно безумно дорого но под леклерком под 2.5 имеет право здесь есть краталь здесь есть роланда есть пехота плюс-минус в достаточном количестве у селхьяна все хорошо а вот мемис к сожалению не может никаким способом сейчас справиться с 2.5 даже серия не даст гарантии убийства тяжелых танков так пролетает газелька видит арту и здесь зсу хороший дефенс безусловно теперь остается только подвигать кашемку не в том месте немного поставил маркер но это не страшно лрм накроет все разводят бтр птуры на снаряды в дальнейшем можно будет проходить свободно если конечно танки не помешают 2.5 подставляет борт но боже мой чуваки ну серьезно кто боится мотшу цена без гранатомета огромное преимущество численное у мемеса сбивает он сеохьяна и вот тут спорный момент потому что сеохьян накопил 3 тяжелых танка с одной стороны из-за этого вот конкретно из-за этого он потерял позицию если бы он вытаскивал пехоту позиция бы осталась за ним но это твою мать три тяжелых танка убивать их просто нечем поэтому непонятно в преимуществе сейчас все хьян или в отставании как он сможет распорядиться своим танковым блоком пошли резервисты резервисты без прикрытия легионы без прикрытия но вот беда что танки мемеса хер пойми где очень слабое использование танков всего стороны они постоянно оказываются не там где нужно нечем ну и в этот момент мы как раз можем говорить о поражении мемеса он потерял колоссальное количество поинтов на этих разменах просто колоссальное и глобальная проблема сохраняется ему по-прежнему нечем убивать большое количество тяжей вот теоретически как контролить игру от тяжей от супертопов если вы видите что против вас катается 3-4-5 тяжелых танков ваша задача воевать в том месте где они не катаются то есть на дельте 2-ли клетка 2-5 воевать на 1-чарли воевать на 1-эхо вот в любом месте где нет тяжелых танков рано или поздно противнику не хватит очков чтобы пригрыть все направления пытаться давить 3 топа в лоб ну это типа самоубийство если у вас нет таких же 3 топов а у мемеса к сожалению таких 3 топов нет вот запомните что не надо отвечать на подобное подобным если противник спамить танки тяжелые ищите другие способы игры против такого противника сливаем поинты на дельту законтролить эхо нечем плюс еще надо как-то укрепиться на гольфе получает преимущество по очкам плюс 1 по очкам мемес но по ситуации сиахьян имеет право вызвать даже не одно а целых 2 кэшеем одну на чарли одну на дельту ему войск хватит чтобы продержаться какое-то время при потере более чем 200 поинтов 300 кэшеем плюс танк ага он даже не топовый ладно неважно 260 очей с лишним и все равно при таких расходах сиахьян остается в преимуществе модерна выезжает модерна простите опиздюливается без прикрытия опять снова страдает организация страдает микроконтроль мемиса когда одна модерна уже вышла из боя продолжать наступление бессмысленно кстати что характерно что интересно точнее я же для чего взялся смотреть этот реплей мне было интересно разобраться как вообще играет сиахьян и по совокупности трех игр можно уже увидеть он любит играть от тяжелых танков копить их в нереальных количествах это значит что ваша задача при игре с ним выявлять позиции где будут работать эти танки и избегать этих позиций но когда он скажется перед вариантом работать одновременно на чарли дельте эхо он будет перекатывать танки вперед назад назад вперед и где-то на одном из этих перекатах вы вполне спокойно можете подловить один танк два танка шесть танков все танки девяносто восемь на двадцать пять так и церка ушла и церка ушла вот еще что интересно как расходует свой фоб ага асиахьян тоже отстрелял фоб он уже получил преимущество а вот у немеса фоб полный возможно ему имело смысла не брать артиллерию не брать фоб при такой игре ну и не забываем про знаменитый пуш путина без кошемки на фокстроте он также мог здесь неплохо сыграть модерны в такой позиции конечно же только самоубьются а вот теперь можно теперь можно подъехало подкрепление неудачный крит опять минус два танка блин вот зачем он сражается раз на раз зачем он пытается постоянно биться танки против танков вот не надо так делать пока у вас нет пехотного прикрытия не нужно выходить на танки даже если ваши танки превосходят вражеские а модерны ни хрена не превосходят ни леклерки ни два пятые модерны строго говорят а даже не танки безумно дорогие безумно крутые бмп по своим характеристикам боже 55 точности даже при стрельбе по большим целям мы получим всего 60 тем временем здесь 70 здесь 70 модерна не перестреляет ни один из этих танков очередной пуш со стороны мемеса танки потихонечку копятся но кстати говоря я давненько не видел вызовов от асиах яна подозреваю что у него есть большое накопление поинтов легионы команда спара отдаются уже в качестве жертвы едут подкрепление на дельту и вот что интересно мемес взял да он получит здесь плюс один то есть по победным очкам он выравняется с противником но здесь уже есть 170 поинтов 180 против 25 и фактически занятие дельты ему не дает ничего здесь необходимо предпринимать что-то более радикальное забирать как дельту так и чарли либо сразу же проходить на браво вот в проход на браво я верю крайне слабо а вот опция поиграть через чарли вполне себе но при этом если он будет играть через чарли дельту он сразу же потеряет вот те войска которые могли брать другие территории вынуждены были приехать сюда по-дурацки отдаются 2-5 погиб один леклерк остался 2-5 уже не хватает прикрытия у Сеухьяна да пожалуй что есть возможность еще отыграться у Мемеса если он каким-то образом заберет хотя бы еще один тяжелый танк и сможет пройти на браво либо забанить эхо а лучше и то и другое и лучше не банить а получать плюс 2 не уверен что вот эта артиллерия хороша по своему применению она такая же как пламен только значительно хуже работает на близкие дистанции кучно с целью заставить противника куда интересно едут эти БМПхи если они едут на гольф вот они модерны модерны переключаются на гольф можно будет отработать через Чарли и получить себе еще плюс 1 а то и плюс 2 но дельта то оставлена дельта то не защищена блин боже резервисты сгоняют панцировичей и енотков потому что модерны поехали искать приключения в других краях давайте просто прикинем вот у нас здесь есть АМХ есть какое-то мясо газелька нужны ли здесь две модерны скажем вот это вот одного ТС-72 хватило бы за глаза или вот этого ТС-72 хватило бы за глаза чтобы забрать зону не самое рациональное использование сил и средств при этом мы теряем дельту Сиахьян в конец оборзел он просто проезжает на шару даже без дымов до определенного момента нет чуваки это жесть что вытворяет этот кореец ха-ха-ха какой кошмар это просто избиение да Чарль забирается но дельта причем учитывая что у Панцировичей крайне небольшое бронепробитие по сравнению с 2,5 можно заходить на Фокстрот вот кроме шуток можно поднимать танки на Фокстрот и ломать противника здесь попытка зайти на Браво отличная по своей сути но тут хорошо все прикрыто погибает тем временем одна Модерна колоссальная стратегическая ошибка со стороны Мемиса перекинуть Модерны на Гольф причем он ставит Кашемку он сейчас получит себе плюс 1 а тут уже есть дополнительная СВ для постановки на дельту и ситуация все равно не изменится сгоняется Пахтайгером Кашемка с Фокстрота ее можно забирать ее видно Цезарь есть кстати Цезарь то есть а патроны к нему как и патроны еще есть можно забирать Кашемку можно забирать ее к Цезарю можно забирать с Райном ух есть еще один Пахтайгер а у Мемиса нет ПВО на Фокстроте приезжает наконец-то второй 2-5 не догнал я почему он сразу же не вытащил 2-2-5 минус Кашемка на Фокстроте плюс 1 минус респ игра простите окончена значительное количество ошибок на уровне микроконтроля на уровне низовой организации допускает Мемис что не позволяет ему максимально эффективно использовать свои юниты получая максимальный профит плюс периодически значительные ошибки стратегического уровня и да Сеохьян проходит второй раунд изначально я думал что Сеохьян 2-0 выиграет как я уже говорил но все-таки Мемис смог дать бой смог дать ответ а вот Сеохьян показал себя как агрессивный игрок с не лучшей стороны его основа это все-таки оборона вот играя через оборону он может добиваться серьезных результатов ну естественно копиться какое-то время потом делать пуш сидеть до последнего все равно нельзя первая игра оказалась скучноватой а вот две вторые были весьма и весьма неплохие на мой взгляд будем смотреться дальше пока первый раунд потом второй третий четвертый надеюсь вам понравилось смотрите ставьте лайки оставляйте комментарии вот комментариях ваших хочу прям сильно сильно что можно исправить что можно изменить что можно сделать лучше как мне лучше комментировать или хуже комментировать и так далее и тому подобное очень хочу вашего фидбэка пацаны очень хочу а на этом всем спасибо все свободны